Ава Фэйви! Сегодня мы, как я и обещал вчера на реакции, слушаем альбом Чиминки Фэйс. 5 треков, 1 бонусный скрытый, который мы тоже послушаем, надеюсь нас за него не забанят. Ожидания офигеть какие! После двух треков, которые уже были на реакциях, я думаю, там должно быть нечто вау. Плюс, зная то, что некоторую предысторию написания альбома, то должно быть прям глубоко, внутрь себя и вот это все достать, проработать и нам выпалить. Собственно, как рассказывал сам Чимка, что эта идея зародилась еще во время ковида, когда у него были некоторые личные переживания, как себя, как артиста. Это было некоторое смятение, и ему участники группы посоветовали это все выразить в виде песни, песен, что он в принципе и сделал. И само название альбома Фэйс, это как может обозначать как лицо, как существительное, но и как глагол посмотреть на себя. Собственно, что он в принципе и сделал. Он посмотрел на себя и все свои эмоции передал вот так, как он думал. А вот что получилось из этого, мы узнаем уже вот прямо сейчас. Так что давайте кайфанем от этого голоса Чимки. Поехали. Ну и собственно начнем мы с первого трека, фейс-офф, некоторая встреча, или как это так переводится похоже. По-ле-те-ли. Знакомый сэмпл. Некий цирк. Опять новый какой-то стиль. Вау. Вау. Вот так аккуратненько войти во все это дело. Ну нифига себе. Поправлю немножечко. Вот так-то лучше. Во-первых, ну короче, так, я потом скажу, пока это вот очень такой интересный заход. Так по-американски. Прям минорные. Ругаться матом пошел. Прям минорные. Прям минорный. я все понял ну, во-первых, Чимка ругается матом у нас сегодня, у меня сегодня много открытий во-первых, то, что он в Like Crazy бухал тут уже прям ругается матом и посылает на один детородный орган все, что он, короче, думает это во-первых во-вторых, музыкально мое почтение это такая вот прям минорная вниз поубывающей мелодия она такая прям намекает себе на нечто плохое но и сам текст, он частично отображает имеет связь с тем же Like Crazy который тоже был направлен примерно на это же про некоторое ну, не то, что расставашка тут он уже прям хочет все послать нахрен и напиться видимо, что-то там у него, короче, случилось я пока не понимаю если мы говорим про переживания в период ковида тут некоторые отношения тут некий диссонанс возникает но, тем не менее это слушается офигенно блин, меня Чимка третий трек, а меня он еще больше и больше удивляет тут он в такие экраны может уходить ооо поехали дальше такая вот тревожная мелодия цирковая и пошло опять агрессивно хорошо было мне нравится что он тут такой агрессивный не тот добрый чинка а вот но а 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 инструментал мое почтение эти вот нотки на фоне еле слышно и они так прям такую тревогу оставляют внутреннюю тревогу скорее всего ну короче чинка в этом треке вот он прям с ноги влетает и рассказывает что я вот блин чем-то недоволен и как бы фу вот это вот все а как мне написали получается о первая песня идет с мелодии карнавальной музыки вот то что я в принципе и говорил да ну в принципе да как я и говорил то он чем-то недоволен какой-то вот он в нем была агрессия и и фейсов можно перевести как с глазу на глаз тет-а-тет это получается сейчас был у них у него разговор самим собой то в принципе ну логично если так подумать про концепцию в целом альбома про его переживания и вот он как бы встречается со своим внутренним я в такой грубой форме пытается как-то с ним что-то там переговорить и короче принять свое вот это вот я которое видимо в конце setmefree все-таки обретет нового себя и так же как тут мне написали что опять же про только карнавальную музыку они просто решили побаловаться с клавишами всякими инструментами и мы как бы сразу понимаем что в ней есть некоторая вот тревога некоторое переживание и для первого трека вот показать то что будет дальше это очень как по мне классный ход почему бы и нет чимка в этом плане конечно да да постарался ну и в кредитах также указан rm он поучаствовал в написании этого трека а мы идем дальше и у нас получается и так понимаю инструментальный трек трек интерлюд дайв погнали послушаем что за он каком он будет жанр написан то есть тут некоторое будет погружение а и нам и он он п а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok У меня есть мысль по поводу того, что мы сейчас слушаем И логотип, он очень сильно с этим будет связан Звук и машин Ну понятно, да-да-да-да Ну короче, если я всё сейчас правильно понял То, ну как у меня было сразу Когда тут был шум какого-то моря или что Я думаю, это такая типичная картинка с некого аниме Фильма, где кто-то падает как бы в воду Погружается якобы в себя И начинается какая-то история про самопознание, самоопределение И вот обложка Она как будто эти вот показывает Ну не волны, а вот как эти волны, когда вот они расходятся Забыл то вот слово После мы же слышим Закрывание двери Машина Он куда-то ездит, наливает И мы получаем клип Like Crazy Собственно, где он начинает тусить И вот это вот всё Это звучит логично Что же мне есть по информации? Я не знаю Я её не читал Так, в интерлюд Дайв есть звук воды А, ну собственно, вот, да А зачем? А, звуки вашей речи на сцене Какую историю рассказывает этот трек? Давайте я лучше, короче, выведу на экран И мы почитаем вместе Увеличу Вот Первоначально Надо ещё что-нибудь больше Первоначально первым треком был Face Off Который был действительно интенсивным и бунтарским Ну Он не был бунтарским А следующим треком был основной трек Like Crazy А, в котором чувствуется мечтательное опьянение Ну, то, что он был опьянен Это точно Я подумал, что было бы неплохо иметь что-то среднее Что могло бы соединить эти две дорожки И вот так мы придумали дайв Ну, собственно Если вы послушаете трек, вы сможете... А, вы можете услышать звуки того, как кто-то задыхается А-а-а Задыхается даже Ощущение, что я заблудился и блуждаю Так что я попробовал много разных вещей для этой песни И на самом деле записал, как бегаю на телефон И это был забавный процесс Хм Вот так вот, значит, да Так, а далее у нас Like Crazy И это да Но Like Crazy мы обязаны послушать Потому что он крутой I think we could last forever Black Swan Everything will disappear Just trust me Не кайфовый трек Не кайфовый трек И вот когда нету клиентов Либо ты как-то больше внимания акцентируешь на звуках На голосе И вот сейчас я слышу Чимингту с такими прикольными вибрато С такими вот Какими-то такими мелизмами небольшими, интересными Это интересно И я вот сейчас вижу, думаю Если бы на тематику вот этого вот синт-попа Ретравеева И там же клип был такой вот Такой вот Накинуть какую-нибудь такую еще Ну не лоу-фай Обработку Какую-то вот такую более винтажную Чтобы это еще было похоже Вот на такое звучание Более Ну Синт-попа Ретравеевское Возможно, это бы заиграло Как-то еще более другими Какими-то Красками Именно его вокал Хотя вокал он был бы обработан Ну короче Как вот для опыта Было бы, наверное, интересно Вот такой эксперимент провести Но, блин Трек Сердечко Он очень крутой Синт-попа Продолжение следует... Какие тут офигенные синты, просто я кайфую от них Вот такой разгон начинается, кайфу Опять же с такой легкой тревогой Вот так прям раскрывается Двибрато 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 Вот этот трек в инструментале Вот такой кайф просто должен быть Это фраза из фильма Блин Вот я не знаю Вот есть Set Me Free, а есть Like Crazy Вот что из них мне нравится больше? Я вот до сих пор не могу определиться Вот В этом треке он такой более душевный что ли Вот он Как-то более настоящий что ли Более жизненный А вот Set Me Free он такой более громкий протест какой-то есть Да не опа классные Вот опа классные именно по-своему Вот выбрать что-то одно из них это прям тяжело Так У меня аж по информации там ничего не было И мы сразу же перелетаем на трек Alone Собственно одиночество Одинокий То Кем он себя чувствовал на протяжении некоторого времени И давайте узнаем что же нам хочется сказать Я люблю этот инструмент Оооо Ооо 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 Хорошо Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И хотя вокал его, конечно, он играется Вверх-вниз, вверх-вниз Но как-то в комплексе Нет какого-то ощущения, что Трек как-то вот он Короче, он кажется таким Тоже таким же ровным Хотя при этом он там такие Заходы интересные не делает С этими фишками, которые Не ключами, а как это То есть Одиночество как бы Этой музыкой как бы подчеркивается тоже Ну и текст, конечно, да Самокопание Такое было у всех, мне кажется Чимка Кто бы мог, блин Хотя После Хоси То, что он там Рассказал про себя То, блин Чиминка с его Он такой Как-то кажется более таким Нежным, что ли Более чувственным То вот эти вот переживания Они как-то Умножаются, что ли Я сейчас не пытаюсь Как-то обесценить Переживания Хоси И других участников Но Когда видишь Чимку Как-то вот Ну булочка Как-то хочется Его обнять, не знаю И Думаю, что Его переживания Как-то возможно Проявляются внутренне Его как-то более вот Вот так вот Как он сейчас В принципе поет Могу ошибаться Как хорошо Вот асамачма Как-то О-о-о О-о 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 Хорошо Хорошо Почему Это О-о О О О О О О О Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это про одиночество и оглашающую тишину четырех стен, которых ты, как в тюрьме, вынужден отбывать свой срок А, ну, тоже интерпретация как карантин и как вот самокопание, когда ты сидишь Ну, короче, да, 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 да Ну, блин Ну да а потом получаем освобождение но по концепции альбома все звучит логично поговорил сам собой поехал покутил вернулся покопался освободился и все имеет место быть почему бы собственно а еще есть всякие отсылочки а то там вот этот самый твой light zone ну да 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 с этими время оставим без комментариев мы его уже слышали а мы собственно я предлагаю еще раз посмотреть этот охрененный клип так и вместо клипа мы посмотрим заодно dance практику это будет мне кажется более интересный move 1 говорится с первого прослушивания и как говорил один человечек какие солю я просто мое почтение и так мы имеем like crazy english версия в которой в конце есть маленькая пауза и играет скрытый трек который возможно на ю тубе заблочит но не должны но сюда то он тогда будет на бусте собственно это некоторое письмо который участвует вокал чангу к если правильно помню по информации у меня жена есть а у меня жена есть да вот после тишины бака он написал чангук это милая скрытая послание от чимина всем истинным а так это для армии ну это будет нечто душевное так 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 тоже некоторое олицетворение олицетворение чего-то все да по информации все ну говорится все так все ну что я в итоге могу сказать чем к удивил чем-то очень приятно удивил а ну касаемо последнего трека ну конечно для армии это просто вот подарок и поплакать можно под него и повеселиться типа что вода вы есть у нас мы есть у вас мы будем постоянно вместе будем поддерживать друг друга эти вместе и общие воспоминания и все в этом роде это конечно нужно нужно такие песни не еще как-то больше связывают тем более когда еще был к вид то за этот трек он прям должен еще больше это иметь больше смысл для армии и для тиминки тоже когда ничего нельзя было не наступать этот их первые концерты когда они были все в соплях что наконец-то мы вернулись и мы будем рвать и вот это да короче альбом охрененный все треки залетают плейлист вот это конечно кто бы мог подумать тимка удивил приятно удивил пускай конечно альбом не совсем длинный буквально ну сколько пять песен четыре до 55 55 5 песен но не плюс-минус раскрывали раскрыли его переживания вот в таком виде и так красиво закончили для армии я очень боюсь ничего тоже боюсь это в принципе очевидно всех кто выпускал альбом кроме рэм пока что все объявили то что они уже ближайшее время пойдут в армию джин выпустил ушел хося уже объявил что скоро пойдет и судя по всему чимка следующий наверное а может и нет не хотя вот но еще и рэм остался непонятно в этом плане на короче такое лирическое отступление я жду когда уже камень альбомчик приедет чтобы распаковать посмотреть чё там где там будут фоточки фото букачки и все тут остальное должно быть что-то интересное я доволен максимально я в кайфах как-то так